Ваше Императорское Величество, по результатам проверки выявлена недостача. Добрыня? Ну, здравствуй, Елисей. Как служба военная? Чего подумаешь? Всего-то одного мифка не хватает. Так, сейчас разберёмся. Подозреваемый, как вы оказались на месте преступления? Я, мы с Соловьём, мы просто убегали. С подельником, значит. А ведь за кражу казны у нас смертная казнь полагается. Добрыня, ну ты-то мне веришь? Не знаю я, чему верить. Ты же богатырём хотел стать, а я тебя вот с этим вижу. Хотел. Только не взяли меня. Для военного сказали, я слишком умный. Умный? Золото вон казённое спёр. Так ведь я же сам тревогу поднял. А может, внимание отвлекал, чтобы подельник подальше убежал? Да не подельник он мне. Я Соловья первый раз в жизни в темницу увидел. Интересно. И кто ж тебя в темницу посадил? Так это никто. Оно как-то случайно вышло. А, мы же с вами в шахматы играли и... Арестовать, негодяя. Добрыня, это не я. Это всё Соловей-разбойник. Десять мешков золота украсть. Это ж уму непостижимо. Елисей один мешок высчитал. Елисей вор. А у нас ворам веры нет. Я сейчас сам сверху делал. Десять получается. А посему на расцвете его казнят. Иначе народ бум поднимет. Требует от меня справедливости. Закрывайте. На расцвете казнят... Казнят... А может и раньше. Темная история. Кому верить? Неужели Елисей... Да! Но я не могу ждать нового аппетита! Если у вас уже не есть, то сейчас будет лучший! Так, что ты думаешь, Мьями? Ты готова играть в «Супер Бомбермен Р»? Сбежал! С кем не бывает! Стой! Он этого не стоит! Письмо от князя! Командировочные заканчиваются... Опять мое письмо! А! Так ты домой собралась! Вот ты умница! Дядюшу повидаешь! Увижу — убью! Да он и так скоро! В смысле, ты про кого? Про Елисея! Видеть его больше не желаю! С закладом! От императора! О! Сейчас! Так, нам некогда! Мы в Киев торопимся! Считавод Елисей! Поймал! Во время кражи императорской казны! Забава! Фу! Не мог ты попозже прискакать! Забава! Фу! Стой! Я в жениться согласен! Только, похоже, я ей не нравлюсь! Дурень ты! Дурень ты! Женщина! Она ушами любит! Это как? Скажи, что она особенная! Читай стихи! Глазами восхищайся! Стихов я не знаю! Глаза! А чё ими восхищаться-то? Обычные глаза! А ты говори, как сапфиры! Ха! Ну да! Если бы! Дал бог! Сына! Ступай к княжне! И чтоб к завтрашнему дню она голову от тебя потеряла! Да где она? Где он? Живот в тени! О, счастье моё! Твои глаза, как большие сапфиры! Ой, бросьте! Вы меня смущаете! Где этот Елисей? В темнице! Украсть казну! За это головы лишают! Правильно! Да, я всё понимаю! В смысле правильно? Одна просьба есть! Сразу говорю, на суд влияния я не имею! Сама хочу ему голову отрубить! Забава, у тебя был тяжёлый день! Ну что ж, это можно! Лёня, проводи! Слагай за мной! Так, стоп-стоп! Я как официальный представитель не могу допустить... А мы пока с вами переговоры проведём на высшем уровне! О, ну если на высшем! Не видать голубя, князь-батюшка! Вот ленивая птица! Ладно, закрывай окно! Дует! Пиши далее! Палачу орден! Палачу? А как же! Столько человек добра для меня! Да и для державы сделал! Пункт второй! Мефодию толмачу! Перенять мои извинения! Мефодий в темнице помер год назад! Ну, тогда зачем ему мои извинения? Да и список меньше будет! А-а-а! На бумаге... Экономия... Стучат, Антипка! Кто там? Открой! Это голубь! Записка от Юлия! Читай скорее! Поторопитесь, сынки! Чую, времени мало! За командировочные спрошу до копейки! Вот тупое пернатое! Нашу записку назад принес! Давай, пусть опять летит! Времени и так мало! Ничего без меня не могут! Хоть самому туда лети! Ай! Аккуратней там! Раньше времени в могилу сведёте! Лекари! Прости, князь, батюшка! Медицина и наука неточная! Научайся! Медицина и наука нечусь! Субтитры делал DimaTorzok Пойдем по рядам. Смотрите в оба, да прислушивайтесь. Субтитры делал DimaTorzok Девушки отдыхают. Субтитры делал DimaTorzok Так, разбегаемся, тараканье племя. Субтитры делал DimaTorzok Остальное золото. Где припрятал? Ты о чем, Илюшенька? Ты же десять мешков у Василевса увел. Какие десять мешков? С трудом один утащил. Напарник такой доходяга попался. Только счеты и мог поднять. Врет? Не похоже. Из-за тебя невинный человек головы лишиться может. Погодите. К зверью ласковый подход нужен. Тогда и он к тебе с душой. Опа. А вот в чем дело. Ты не медведь вовсе. Ну тогда лучше иди и пляши дальше. Догоним. Оставь. Похоже, прав соловей. Не было никаких десяти мешков. Вот и я не мог поверить. Чтобы Елисей, ученик мой, да вором оказался. Так это они про Елисея? Только зачем Василевс на Елисея всех собак вешает? Я Василевса не первый день знаю. Нехорошее что-то задумал. Ну, на то он и император, чтобы думать. Какой с него спрос? Вот мы и спросим. Идем. Времени мало. Елисей. Хм. Жалко парня. Хорошо у вас здесь. Тепло, еды много. А я сколько раз князя о повышении жалования просил, как об стенку горох. А как поручение какое щекотливое дать, так сразу позовите Юлия. Вот хоть в этот раз, говорит, племянницу в Киев достать вместе с мужем. И что? Командировочных выдали с гульки нос. А я азартный. И это не грех, а заболевание. Беда. Просто беда. А я о чем? Кстати, на заметку, в порту у вас мухлюют. Вот поэтому денег на обратную дорогу и нет. Да и забаву нужно выручать. Как же она теперь? Может, у нее в тюрьме? Что делать? Ума не приложу. Так ведь мужу любому замену найти можно. Да такого, чтобы и кровь благородная, и приданная солидная. А главное, любит ее Ленька. Говорит, жить без нее не могу. Отец согласен. Свидетель со стороны невесты тоже. Так-то все вроде бы логично. Одно жалование в Киеве, другое в Царьграде. По жизни. Вот сейчас я понял, что абсолютно ведь логично выходит. А главное, все ради любви. Ну, вот и славно. Рассчитываю на ваше содействие в этом вопросе. С citizen! Son of a bitch! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...